Казахстан И вот, наконец, границы открыты. Антон, посыпайся. Орел и решка первыми собирают рюкзак и отправляются в свое новое долгожданное путешествие. Мы вернулись после месяцев самоизоляции. Чтобы показать вам новые чудеса света. И рассказать, как путешествовать в новом посткарантинном мире. Все, нет, я не плачу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, да перестань. Перестань, говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Премиальный мир с картой Мастеркард не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Всем привет, это Орел и решка и чудеса света. И мы в Греции. И наше чудо света самый романтичный, самый белый и самый потрясающий остров Санторини. И сейчас самое время приехать сюда, чтобы по-хорошему разглядеть это чудо света, а не так, как обычно из-за плеч туристов. Орел? Решка! А, что это? А, так я богатая! Ой, Антон, спасибо большое, ты знаешь, что я пораду. На самом богатом острове, самом богатом острове со ста баксами, со ста баксами. Мне хватит на попить и еще останется. А, это мое, еще останется. Так это и да, так и ладно. Все, окей. Окей, гугл, сто блюд из подорожника. О, Санторини. Самый белоснежный и самый инстаграммный остров Греции. Он не покидает топ самых романтичных направлений в мире. Каждая девушка мечтает сыграть свадьбу на Санторини. А потом провести медовый месяц на одной из его люксовых вилл, на которых останавливаются голливудские звезды. Девочки, мечты должны сбываться! А вот и мой санторинский домик на колесах. Самые дорогие машины, которые берут здесь в аренду свадебные, и мой малыш Руджовер как раз из таких. Покататься на таком кабриолете по Санторини стоит 2500 гривен. Вы подумали, в сутки? Ха, в час! Как хорошо быть с безлимитной красной, богатой женщиной с Санторини. Ооо, это мечта! Легким движением руки и обменника 100 долларов превращается в восемьдесят четыре три четыре евро. Важен каждый евроцент, тут очень дорого. Чтоб вы понимали, насколько здесь дорого, 6 километров до столицы острова на такси обойдутся мне в половину бюджета. Но слава всем греческим богам, тут подумали о нас, нищебродах. Автобус меньше, чем за два евро. Бабке не проблема. Судя по заполнению автобуса, из нищебродов на этом острове только я. Отбей! Куда ехать богачо на Санторини? Конечно же, в самый раскрученный люксовый городок Ия. Именно там отдыхают миллионеры и звезды Голливуда. В общем, мне туда. А туристу, у которого мало евро в кармане, нужно ехать знакомиться со столицей Санторини – городом Фира. Тааак, ну и где ваш остров с открыток? Когда приезжаешь в Фиру, сразу же ищешь глазами… это… это… ну или это… Именно таким белоснежным, романтичным и свадебным показывают остров Санторини на фото и видео в интернете. Так, я приехал за вот этим. Где это все? Я буду жаловаться в министерство сногсшибательных видов. Что-то очень странное. Я на центральной улице города, но видами так и не пахнет. Из ресторанов пахнет, от Сашки пахнет, а видами так и не пахнет. Оказалось, виды нужно искать не на главной улице, а свернуть туда, где улочки становятся уже, туристичнее, рестораннее и бутиковее. Вот он, знаменитый белый остров с открыток. Авторитетное издание US News в 2014 году назвало Санторини самым красивым островом в мире. А вот это уже настоящее чудо света. Домики похожи на огромное зефирное облако, которое как будто зацепилось за скалы и нависло над морем. Красиво. Обычно на таких смотровых площадках не протолкнуться от количества желающих сфоткаться на фоне всей этой красоты. Санторини притягивает три миллиона туристов каждый год. Пять лет назад здесь была Настя короткая и еле протолкнулась через толпу туристов, чтобы сделать хоть одну фотку. Так, девушка, вернитесь, я должна быть здесь самая красивая. Но сейчас раз, два, три, четыре человека. Фоткайся, не хочу. Из-за пандемии поток туристов уменьшился в сто раз. Поэтому сейчас идеальное время увидеть наше чудо света полностью, а не только то, что видно из заголов туристов. Вот бы с собой этот вид забрать. А вот и заберу. Класс, смотрите! И это на камеру смартфона. Настоящая открытка! Из нее можно еще несколько сделать. Приближаем самые интересные детали и вуаля! У камеры моего Samsung Galaxy Note 20 Ultra разрешение 108 мегапикселей. Поэтому можно увеличивать или обрезать фото без потери качества. Ух, с таким смартфоном сейчас столько открыток Санторини сделаю. Настоящая киностудия? У вас в руках? Так, и вот тут еще одну фоточку. В эфире кажется, что ходишь не по городу. А по огромному воздушному безе. Что делает Санторини таким милым? Обычная побелка. Раньше ее использовали для дезинфекции. Считалось, что известь защищает от холеры. Ну и к тому же белый цвет отталкивает солнечные лучи и дома не нагреваются на солнцепёке. Обычная известь. И вот такой у бабушки в деревне яблони красил. Чтобы зайцы не точили. Такая выбеленная архитектура на Санторини принудительная. Власти запрещают использовать для новостроек другие цвета, чтобы не нарушать романтику острова и не распугать туристов. Здесь абсолютно все белое. От отелей до заправок. Смотрите, а вот двери и оконные рамы чаще всего окрашены в синий цвет. Когда во время Второй мировой войны Санторини захватили нацисты, местные вывесили на домах бело-голубые греческие флаги. Но немцы их сорвали. В ответ санторинцы раскрасили двери, оконные рамы и заборы в голубой. С тех пор бело-голубые домики стали визитной карточкой острова, да и всей Греции. Еще одна местная особенность. На подоконниках лежат камни вулканической породы. Это местное суеверие. Камушки должны защищать от извержения вулкана. Вот иду я по Санторини. Казалось бы, обычная прогулка, но чего-то не хватает. А подложите музыку, пожалуйста. Согласитесь, так было бы гораздо атмосфернее. Так, мне нужно срочно купить себе колонку. Кстати, я знаю, как сэкономить и дешевле купить. Перед тем, как где-то что-то покупать, заходим на Е-каталог и проверяем, где товар дешевле. Вот смотрите, раздел аудио, колонки. Вот эту, например. Смотрим. Сайт отображает цены в разных интернет-магазинах и сразу видно, где колонка дешевле. Экономия с е-каталогом, конечно. На Санторини все, что не отель или ресторан, то церковь. На острове живет всего 16 тысяч человек, а церквей аж 600. На 30 человек по храму. Их построили моряки, чтобы жены молились о них. Чего еще больше, чем церквей на Санторини, так это котиков. Греки их обожают и все время подкармливают. Что интересно, сами санторинцы раньше жили не в таких зефирных домиках, а в пещерах, которые выдалбливали в скалах. Сейчас все древние пещеры покрасили в белый и приспособили под дорогущие отели и рестораны. На весь остров осталось всего несколько стариков, которые до сих пор живут в своих пещерах. Вроде этой милой бабушки, Катина. Пещера – это самое удобное жилье на Санторини. Здесь не холодно и не жарко, а еще это лучший капитал. Такая пещера стоит, внимание, 4 миллиона евро. Так что бабушка Катина – взаправдошный миллионер. О, Санторини! Сюда не приезжают за активным отдыхом. Отдых на Санторини – это пособие, как лениться за максимальные деньги. И я вам продемонстрирую как. Начну с жилья. На Санторини нет гигантских гостиниц с ол инклюзивом. Их просто негде разместить. Зато здесь много камерных бутик-отелей, похожих на облачка и с заоблачными ценами. Самыми дорогими считаются виллы над обрывом и с видом на море. Такие выбирают Леди Гага, Бейонси и Анджелина Джоли, Брэд Питт и Василиса Хвостова. Я буду жить в самом роскошном отеле Канавис и Ясуиц. На его самой дорогой вилле за 6 тысяч евро. Здесь жили голливудские актрисы Дженнифер Лоуренс и Хелен Хант. Хеллоу. Здравствуйте. Здравствуйте. Час настал. И сразу же меня встречает джакузи. Надо освежиться. Вау! А какой вид! Ну что, хотите посмотреть, где проводят медовый месяц мировые звезды? А домики-то внутри тоже белые. Лампа белая, стол белая, здесь шляпы. Everything! Это же просто обелительно! Вечеринки звезды устраивают вот в такой гламурной белой гостиной. Ну как, вам нравится? О, знают, как встречать! А у нас здесь что? Опачки, еще одна спальня! А из спальни звезды выходят на грандиозную видовую террасу с бассейном. Бассейн такой гигантский! Он даже не помещается тебе в объектив! Вот! За это и платят 6000 евро! За возможность пожить в самом козырном месте на Санторини. Местные ательеры говорят, что звезды часто вообще не выходят за пределы своей виллы, чтобы не сталкиваться с туристами. А зачем, когда у тебя есть свой бассейн, терраса с шезлонгами и еду приносят по звонку прямо на виллу? Еще в моем отеле есть единственный на Санторини свадебный балкон. На нем звезды делают предложения руки и сердца своим половинкам. И по статистике отеля в 100% случаев половинки говорят возлюбленному «да». Романтичный ужин на балкончике обойдется от 300 евро за человека. А на свадебную церемонию придется отлистать от 3 до 30 тысяч евро. Когда богачам надоедает лениться в бассейне, они решают развлекаться. Для этого берут катамаран. Это у нас катамаран, когда вы крутите педали на озере в парке. А в Санторини – это самое крутое развлечение. По сути катамаран – это две яхты, соединенные друг с другом. О, тут женщина-капитан! Вау! Я не могу! Какое все здесь роскошное! Ай, я не могу, не могу! Воды мне! Все такое прямо вот с иголочки! Арендовать такой катамаран для приватного пятичасового тура стоит 1550 евро. Если хотите дешевле – можно заплатить 155 евро. Но с вами будут еще и другие туристы. Говорят, что Санторини – это романтический остров. Но здесь я себя вообще так не ощущаю. Потому что нахожусь посреди останков действующего когда-то вулкана. И эта история холодит мое сердце. Наше чудо света – самый романтичный остров в мире. Это следы одной из крупнейших катастроф на Земле. Раньше на месте Санторини стоял огромный вулкан. 3600 лет назад он взорвался с мощностью в 200 тысяч атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. От взрыва поднялось цунами с волнами высотой в 200 метров, которые уничтожили города на многих греческих островах. Говорят, именно эта трагедия породила миф об Атлантиде. После извержения стенки вулкана обвалились под воду и получилась огромная воронка кальдера. На самом деле, настоящее чудо света – оно здесь! Вот оно! Я прямо посреди бывшего жерла вулкана! Чтобы покататься внутри затопленного кратера вулкана – необязательно арендовать катамаран за дурные деньги. Можно взять бюджетный тур в агентстве. О! Заходим! Зачем мне шесть часов? Я быстро усваиваю информацию. Три часа на вулкане – самое то. Значит, план такой. Из старого порта Фира идем к вулкану, затем к горящим источникам и возвращаемся обратно. Спасибо, владычица вулкана! Туда! Слушайте, ну за 20 евро лодка вроде приличная, весел не вижу, грести не заставят и сидеть вроде не в трюме. Красота! В программу моего тура на катамаране входит прогулка по большим и маленьким островам – внутри вулканической кальдеры. Сейчас мы подплыли к острову Фиросия. Какой пейзаж! Смотрите, вон прям вот эта веистая дорога, она ведет прямо к небу, а внизу домики похожи на маленькие тортики беленькие с глазурью. Сверху зимние домики, а снизу летние. И всего здесь население 300 человек – это как маленькая такая деревушка. Потом везут смотреть на знаменитый красный пляж. Такой кирпичный цвет скал из-за вулканических пород. Дальше по расписанию – обед от шеф-повара. Греческий салат, паста, рыба, невероятный греческий соус. И все это только для меня. За дополнительные 600 евро можно взять на борт массажиста и расслабиться прямо посреди моря. Ой, да приятно она мне. Пассажируют мои горочки. Ой. Пока Васи мнут спинку, я расскажу, что же входит в мой тур за 20 евро. Первым делом везут на островок Не-Камени. Этот остров – всё, что осталось от старого вулкана. На нём тоже есть небольшой кратер, а глубоко в недрах до сих пор клокочет огонь. На остров вулкан можно не только посмотреть, но и прогуляться. Помимо основной цены за экскурсию, вулкан еще требует жертву в два с половиной евро. Конечно, всё вот это похоже на то ли щедро рассыпанный активированный уголь, то ли на кусок шоколада, который сначала застыл, а потом его так хорошенько раскололи. Вот здесь особенно хорошо видно, как шла лава. Здесь она останавливалась, застывала и потихоньку откалывались вот эти огромные камни. Зрелище, конечно, инопланетное. Заплатил два с половиной евро за Марс. Отличное вложение. А вот и кратер вулкана. А секундочку, не забывайте, что вулкан действующий, просто он спит. Ученые внимательно следят за тем, если он вдруг проснется, чтобы предупредить жителей. Угадайте, почему я в плавочках. Потому что следующий пункт нашей экскурсии – горячие источники. Будем купаться. Горячие вулканические источники находятся на соседнем острове – поля Камени. Саня, в какой момент источники потеряли слово «горячие»? Тут холодно, вода меньше, не знаю, 25 градусов, и очень соленая, и какая-то горькая. Когда начинать оздоравливаться? Вода здесь, конечно, пугающе коричневого цвета. Говорят, это из-за того, что в воде много серы и железа. Вода практически везде холодная, только местами, видимо там, где бьют источники, теплая. Это больше похоже на то, как, извините, кто-то пописал и кокетливо отошел. Резюмирую. Вода холодная и очень грязная, коричневого цвета. Получается, я за свои деньги испачкался и замерз. Надеюсь, хотя бы помолодел. С одной стороны, может показаться, что мы с безлимитной картой только и делаем, что сорим деньгами, меняем яхты направо и налево. Да ну, ребят, перестаньте. Нет, конечно, яхты не меняем. Но если захочу, консервсервис Мастеркард выполнит любую мою просьбу. Сервис на связи 24 на 7. И в любой точке мира я могу на него рассчитывать. Говорят, если не видел тут закат, значит ты не был на Санторини. До заката полтора часа, а мне еще ехать на другую сторону острова. Так что давай, 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 давай. Твою ж оливу. До верхушки 588 ступеней. Если топать пешком, до заката не успею. Рядом есть канатная дорога, но за 6 евро. 6 евро жалко, но закат пропустить – это гораздо хуже. Все, пошли. Побежали, побежали, побежали. Быстро прыгаем в автобус и за 22 минуты доезжаем до городка Ия. Говорят, что лучшее место, чтобы увидеть закат – крепость Кастро. Извините, я на закат занимал. На Санторини самые волшебные закаты. Бюджетные туристы, чтобы их наблюдать, ютятся на ступеньках в городе Ия. А я буду наслаждаться в небе вот на таком гигантском черном вороне. Эта услуга так и называется – закатный вертолетный тур. Посмотреть закат как птица стоит 1000 евро за 15 минут. Занято. Занято. Судя по количеству людей, закат сегодня показывает в последний раз. Так, тут занято. Тут любовь. Мое. Один раз в день сердца всех туристов на Санторини начинают биться быстрее. Происходит это перед закатом, который считается самым романтичным на планете. Закат здесь настолько красивый, что BBC выбрали это место для съемок последнего заката солнца прошедшего тысячелетия. А вот оно чудо света прямо перед окном! Настоящее ванильное небо! Розовые, пурпурные, персиковые, алые краски перемешал в себе санторинский закат. Это отдельное чудо света! Когда думаешь, что в твоем полете уже произошло все самое впечатляющее, пилот открывает, дверь вертолета! О май гад! Тем tutto! А так хватит! Ааааа! А знаете, что тут самое красивое? То, как белые домики перетекают в горы, а те плавно спускаются в море. И надо всем этим парит солнце и медленно-медленно ныряет в воду. Такой визуальный образ романтики. Именно поэтому здесь так много парочек. Девчонки, берите за шкирку своих пацанов и обязательно приезжайте сюда в Санторини. И тогда вы встретите самый романтичный закат своей жизни. Хорошо, что после заката ходят автобусы, потому что мне надо на другую часть острова. Остров Санторини негласно делят на белую и черную стороны. Белая сторона на западе. Названо так из-за белых домиков. Здесь лучшие виды, лучшие отели, ну и цены дай боже. А на восточной части острова – черная сторона в честь пляжей с черным вулканическим песком. Здесь виды похуже, но зато жилье гораздо дешевле. Поэтому нам с рюкзаком дорога на черную сторону – в поселок Периса. Кстати, важный момент. Напрямую из Ии в Перису попасть нельзя. На Санторини все автобусы ходят только через Фиру. Так что, куда бы ты ни ехал, придется делать крюк. Я буду ночевать в хостеле Юз Анна. Знаете, что в нем необычного? Он стоит 12 евро! Нереально дешево для Санторини. Мать моя фето! Да тут прям круто! Комнатка всего на четыре человека. И по-моему я тут один. Чистые белые матрасы, подушки. В номере за двенадцать евро есть свой личный душ и туалет. Разрыв шаблонов. Мне кажется, это самое лучшее вложение. Доброе утро. Угадал. Красиво. Вы спросите меня, Антоша, заячек-голубушка, наш любимый ведущий, зачем ты поднялся ни свет ни заря, пока Фурия беловолосая спит в своих пятизвездочных номерах? А я решил перевыполнить план и посмотреть не только на закат, но и на рассвет. Я молодец. С синячками под глазами. Лучшее место, чтобы увидеть рассвет на Санторини – это деревня Эмбарио. Во-первых, потому что она находится на востоке, а во-вторых, потому что тут можно прогуливаться по крышу. Улицы в Эмбарио узенькие, со множеством ходов и лестниц, по которым можно забраться на крышу. Чувствую себя греческим Харлосовым. Крыши домов здесь тоже как улицы, потому что они соединены между собой. Успел. Проснуться раньше чудо света, чтобы увидеть, как оно пробуждается с первыми лучами солнца. Сделано. Солнце не то, чтобы вышло, скорее подглядывает за нами из-под тишка, куда смотрит министерство сногсшибательных видов. Хорошо, что хотя бы закат был потрясающим. Один ноль в пользу закатов. На Санторини можно лениться бесконечно, но я хочу встряхнуться, и поэтому у меня будет экстремальное развлечение – ховерборд. Ховерборд – это такая доска, на которой можно летать при помощи реактивной струи воды. Струю обеспечивает обычный водный мотоцикл – он дает мощный напор через длинный шланг, который на другом конце прикреплен к ховерборду. Так, ладно, все, пожелайте мне удачи! Сначала нужно улечься на доску и отплыть от скутера. Как только отплыл, нужно встать на него, как на доску для серфинга. Секундочку! Он у меня на эту доску! Да я уже уже! Давай, давай, давай! Давай, давай! А вот все! Мы уже получили! Вау! Это лучшее развлечение, которое я пробовала в своей жизни! У меня аж дыханку стирает! Я прямо влетела! Это было просто фантастика! Если бы я знала, что существует на Земле такое развлечение, ты как будто на какой-то ракете поднимаешься прямо прямиком в небо! Ну как у меня это получилось с первого раза? Я что-то вообще не понимаю. Рекомендую! Рекомендую! Слушайте, удерживать баланс нелегко, конечно. Но ощущения кайфа. Я после такого еще больше скейт захотела себе. Или гироборд. Или моноколесо. Ну а что, сейчас все на них катаются. Теперь моя очередь. Давайте приценимся. Перед тем, как что-нибудь купить, я всегда проверяю цены на Е-каталоге. Сайт сортирует более тысячи интернет-магазинов и всегда знает, где продает дешевле. Итак, скейтборд. Ого, сколько вариантов! Слушайте, ну чтобы не растеряться, тут прикрепляют полезные статьи и отзывы. Можно почитать и вообще понять, что нужно именно тебе. Но самое главное – сайт показывает, в каком магазине дешевле. Ладно, я пока про скейтборды почитаю. А вы, если что-нибудь собираетесь покупать, заходите на Е-каталог. Ну реально можно сэкономить. Ну что ж, пора рассказать о еде Санторини. Это еще одна боль для бюджетного туриста. Чек за обед в средненькой таверне на одного человека минимум 700 гривен. Караул, кошмар, булькающий желудок. Но и тут есть способ заморить червячка за втрое меньшие деньги. Просто надо идти в таверну Катино. Я нашел способ совсем недорого поесть и при этом попробовать традиционные греческие блюда. Демонстрирую. В чем фишка? Не обязательно заказывать себе целое блюдо за 6-7-8 евро, потому что в Греции они обычно огромные. Можно набрать каждого понемногу и заплатить общую сумму, ну в данном случае 10 евро. И наешься, и все попробуешь. Богачи на Санторини обходят дешевые таверны стороной и идут в ресторан Наос. – Льва, мсвосвимица, прийти в ресторане. О, спасибо. – О, спасибо. – Иди в саду, пожалуйста, прийти с мной. – Иди сюда. – Спасибо. – Спасибо. – Привет. – Угу. – Угу. – Мы слышали, что у тебя есть особое секретное меню. Никогда такого не встречала. Секретное меню – это меню, которое предлагают только самым звездным гостям. Тут самые изысканные деликатесы и заоблачный ценник. Я заказала три самых дорогих блюда в сумме на тысячу евро. О, выглядит как мое. За десять евро в таверне можно получить тарелку традиционной санторинской еды, на которой томатные оладьи, фава, паста из икры с кумбрией, греческий салат, белые баклажаны и сыр фета с перцем чили. Ехал грека через реку, видит грека в реке фав… с фавы. Это пюре из гороха. Такая простая, грубая пища, но у нее здесь есть своя большая история. Пюре фава делают из сухого желтого гороха фава. Этому сорту больше трех тысяч лет и растет он только на Санторини. Горошек фава занесен в каталог продуктов, находящихся под угрозой исчезновения. Это как красная книга для еды. Здесь горох святой, горошек-герой, потому что в голодные времена он спасал местных от голодной смерти. Еще одна закуска. Томатные оладьи с непроизносимым названием Домато Кефтедос. Ммм, зачетная оладушка. Внутри и помидорка, и огурчик, и баклажан, и лук. Там прям целое созвездие вкусов. Томатные оладьи придумали на Санторини из-за обилия маленьких помидоров, похожих на черри. Но, в отличие от черри, мякоть у них сухая, а вкус приторно-сладкий. Санторинские помидорки вырастают такими, потому что зреют в почве из вулканического пепла с минимальным количеством влаги. Первое блюдо из секретного меню – черная икра за 16 тысяч гривен культовой французской икорной марки Петросян. Более того, это первая черная икра в моей жизни. Так, первая черная икра в моей жизни. О, конечно же, мы берем сразу же гигантскую ложечку. Ой, сколько же сейчас долларов упало. Слизывать в стола не буду. Хмм, какая странная. Она так странно лопается во рту, как будто сразу попадает на язык и моментально тает. Я даже не почувствовала всю текстуру. Я пытаюсь понять, на что это больше всего похоже. Но мне напоминает это вот водоросли в шариках, вы что-нибудь тупее еще слышали? Человек в первый раз пробует черную икру, кто-то говорит – амэзинг, восхитительно, боже, вкус богатой жизни! А мне это похоже на водоросли в шариках. Второе блюдо из секретного меню – паста с чернилами каракатицы и лобстером. К пасте подает уникальное санторинское вино, которое выдерживается под водой. Представляете? Вау, это бутылочка вина прямиком с морского дна. Подводное вино выдерживают в Икейском море на глубине 25 метров от двух до десяти лет. Морское дно еще лучше, чем винный погреб. Постоянная температура, нет кислорода и мало света. Такое вино самое дорогое на Санторини. Стоит аж 600 евро за бутылку. И в завершении трапезы мне принесли башню из морепродуктов. Да, именно так называется эта конструкция. Какая гигантская, это же настоящая вавилонская башня. В моей башне живут гребешки, салат из осьминога, сашими, мясо камчатского краба, устрицы и лобстер. Конечно, слава богу, ресторан открыли только специально для меня, потому что если бы тут были другие люди, я бы не смогла получить такое удовольствие от вот этих вот прекрасных морских гадок. Это все невероятно вкусно. Но, друзья, тысяча евро. Нам так не жить. Друзья, 100 долларов для Санторини мелочь, но все равно приятно. Чтобы найти клад на Санторини, поезжайте по трассе Фира-Ийя из Ии, остановитесь на десятом километре, осторожно спуститесь к обрыву и ищите клад в сухой траве возле огромных каменюк. Будьте аккуратны. Как на открытках, так и наяву, остров Санторини реально белый, свадебный и ванильно-закатный. Но он не резиновый. Когда тут миллион туристов, то романтики вообще никакой. Пандемия – это тяжелое испытание. Но именно сейчас нам удалось увидеть, каким Санторини должен быть. Романтичным и полностью для одних нас. Отделительно! Похоже на то, как, извините, кто-то пописал и кокетливо отошел. Ой, сколько сейчас долларов упало? Существую себя греческим Карлсоном. Обычная известь. Ее такой и у бабушки в деревне яблони красил. Чтобы зайцы не точили. Антон, что-то срочное? Срочно! Я замерз, где тебя носит? Слушай, у меня осталось еще целых 23 минут на вилле. Если хочешь, сам приходи. Вась! Наконец-то! Добро пожаловать на мою виллу! Ну ладно, рассказывай, что там у тебя было? Ну что, я запомню Санторини на всю жизнь. Вот эти белые домики, синее море и невероятные сцены. Ой, я тебе не завидую. Вот я ела икру ложками, каталась на катамаране, летала на вертолете. То есть ты любишь полетать и поплавать? Да? Да. Ну так лети и поплавай! Это Спарта! Плыви в сторону следующего фиросвета острова Мон-Сен-Мишель, Франция. Увидимся на следующей неделе! Увидимся на следующей неделе! Субтитры сделал DimaTorzok